Вы участвовали в составлении этой программы, или это делала какая-то другая группа людей, или один человек? У вас был какой-то принцип отбора? Это было бы все специально. На самом деле, основным принципом было подготовить программы для лучшего зрителя, как раз. И стараться также, чтобы посмотреть то, что было на фестивалях, чтобы появились самые новые, и самое интересное, что там было представлено. Мне показалось, что в программе сделан акцент на фильмы, которые не имеют что ли такого явного финиша, финала с открытыми концовками. У меня очень приятно слышать такой вопрос. Потому что один из самых важных проблем, как итальянских фильмов, как итальянских, так и в общем. И просто играть на течение того, как финала с сюрпризом. В конце концов, я думаю, это другое. Но эти фильмы... Все это все на самом деле, это все на самом деле сомнение. Они в России с какими-то вставленными словами. И они в этом деле не очень приятно, чтобы ищут в этом сомнении. Таким образом... Многие современные фильмы играют специально для того, чтобы финал был неожиданным для зрителя. А здесь же финал можно просто додумывать самому. И поэтому здесь такой вот повествовательный специально сделан момент, что больше акцента на сценографии, на самом фильме, а не только на то, что вот на эту игру. Я вижу сотни короткометражных фильмов каждый год, и могу сказать, что вы не знаете, сколько финалов виноват в фильме. Я, на самом деле, вижу сотни короткометражных фильмов за год, и поэтому, да, разные финалы, конечно, у всех. Вот фильм об отце и сыне, которые глухонемые, каким образом он попал в эту программу? Почему именно он попал в эту программу? Как вы не rozum Teil или под? С ну или под. Например, про м Broadway AC? Для меня это лучший фильм из Национальной Школы Кинематографа. Это фильм «Дипломный» из одного студента в этой школе. Мы с ним всегда очень сотрудничаем часто и почти всегда какой-то фильм удается мне ставить программ. Это, на самом деле, не такой уж простой фильм, но трудно в плане отбора актеров и сценографии, то есть подбора в целом. И именно поэтому, в конце концов, два-три фильмы из Национальной Школы Кинематографа мы проводили много в последние годы. И это, в основном, очень сильный фильм. Который, с одной стороны, говорит об отце и сыне, проблемы отцов и детей. И, с другой стороны, само описание персонажей вообще интересно. Говоря об экспериментальной школе, тоже нужно сказать, что в этом году у нас два-три фильма, которых мы тоже взяли для дистрибуции, для проката и активно ими занимаемся. Вы говорите об экспериментальной школе в Болонии или в каком-то таком городе? В экспериментальной школе в Болонии. В Риме. В Риме, да. Расскажите о ней подробнее, как оно встроено, кто преподает. В Риме, в Риме, в Риме. Кто преподает? В Риме и Затокисону и профессори. В чем-то экспериментальная кинематография. Эла школа публика в реченем итальянам. Это государственная школа публика в реченем итальянам. Это одна из старших школ кинематографии. Она в 30-е годы появилась. Вместе с студией Чинечитта. Это было позже и в эти времена. Эта школа, в том числе, у всех проблемах, которые имеют университетные школы итальянам. Конечно, нельзя сказать, что она избегает всех проблем которые используют для кинематографических школ в Италии. Эта школа публика в реченем итальянам. Сейчас мне спросили, кто нам учится. Итак, президент Степано Рулли, что это очень важный сценарий. Президент этой школы это Степано Рулли, такой довольно известный сценарист. И надо сказать, что общий уровень для преподавателей достаточно высок. Это было «Мелью гиовенту», если вы поносите в русский фильм. Может быть, знаете «Мелью гиовенту»? Не знаю в русский молодежь. Я тоже не знаю как по-русски переведено. Это очень важный сценарий. Это очень важный сценарий. И как в России, в Европе достаточно сложно чтобы туда поступить, как и другие национальные школы. И есть несколько секторов, несколько сфер в этом центре. И именно тех, кстати, Ну, соответственно, основное по кино, да, отделение, связанное с кинематографом, в общем, да, оно в Риме, потом по анимации Турин и по документальным фильмам не откроется. Полема. 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 И, сомн, по и, чё не сон, альтри бранки. И национальная кинотека, она тоже относится к экспериментальному центру. Почему в программе нет ни один документальный, ни гравый фильм, только гравый фильм? Почему не есть документальный? Потому что у коробедов и сцены, которые у них есть не коробеды. Не вырос, потому что у меня тянульный документальный документальный смысл. И в России вот этот документальный документальный документальный, а иногда у них есть формы, где-то 52 минуты, и один час, и другие мое время, или одна из новых дел. Конномерность и пл Gateмы на крупнейшем филе и обезьян. Это очень редкие документальные, обычно форма для документального фильма, 50-53 минуты, что с рекламы, на телевидении получается час где-то. Документальные документы, как правило, все документальные фильмы немного больше по продолжительности, по длительности, чем короткометражные, хотя иногда они бывают достаточно редко. Может быть, у публики есть какие-то вопросы? Да, есть вопросы. Да, пожалуйста. Почему так много оружия, но в обительной жизни? То есть не в университете, а в университете, у людей очень много оружия. Четыре фирмы, если есть, с применением. Ужен, только ледванка, но это нормально. А дикфильм, потому что во время войны действия происходят? А где еще была Роже? В четыре фильмы? В четыре фильмы? Каспито! То есть я никогда не видела никого, если бы не полицейский какой-то, чтобы по улице шел с пистолетом. В кино, в кино, в кино, в кино, в кино, не только американское, но и итальянское кино. Но часто видим оружие, что уже как-то привыкли к этому. Хотя сейчас, да, я обратил внимание, что действительно. Не знаю, что у нас только один фильм про войну, но тем не менее есть оружие. Я не хочу сказать, что в Италии это так распространено ходить с оружием, но вот так получилось. Просто как бы с оружием связывается юмор. Потом этот фильм, где отец с сыном кончаяние как сближение. Где фильм «Отец с сыном сближением», где случайно убийство юмор. То есть такие вещи сильные, как, допустим, любовь, дружба, понимание, потом юмор, да, они связаны с проявлением насилия, кроме юмор, как вы видите. Но это нельзя как бы популяризировать. По-моему, это не так. Не знаю. Каков быть, любовь, любовь, и эмоции. Небо никаких в комментариях популяризировать в фильме. Пуа именно с дымома. Потом и иван уморизма. А-да? Это как из-за этого фильмы жил? Не надо сказать у него, который мы хотим сказать атаку, когда мы не можем говорить о том видео. Потому что он уморизма довольно неровный. Это как из-за этого фильмы. Мне понравилось, потому что у нас 300 мёртт. -дыма в Индите. Есть очень много короткометражных фильмов, комедий. Но я думаю, что в общем, они довольно низкие. Они мне нравятся, потому что мне нравятся идеи о том, что может быть итальянский юмор, немного отличается от итальянского юмора. На мой взгляд, эти совсем комедии и фильмы могут быть достаточно низко в уровне. Здесь юмор достаточно другой, хотя черный, он отличается от итальянского юмора, и поэтому это будет тоже интересно. Просто хотелось бы, чтобы... Ну, нужно понимать тоже политическую информацию. Если вы ездите к фестивалю в другую страну, то нужно принимать во внимание тот факт, что люди сейчас негативно настроены именно по проявлению насилия в принципе. То есть ездить с этим еще по миру, как бы показывать этот фильм, это просто лишнее. Вот, если вы выбираете, делайте в другую страну, то может быть как-то надо наоборот на созидание, на другую страну, так как мы видим, не только для новой страны, но и для нас, мы как-то интересны, например, на самом деле, так как и для наших целей, и для нас, и для них, это слишком сложный, но и для наших целей, Мне понравился как раз элементу насилия, когда по ошибке девушка там убивает. Речь идет о том, что сильные чувства, сильные эмоции во всех фильмах, они связаны с применением к другому оружию. И юмор, и что-то другое сдержание. Сильные эмоции, да. Они почему-то основаны на применениях. Но это не важно, но всегда плохая смесь. Вы совершенно верно отметили. Я, кстати, должен сказать, что, наблюдая за прокатной нашей историей в кинотеатре, фильмы, которые рекланируются при помощи постеров, на которых изображено оружие в том или ином виде, они резко и меньше посещаются зрителями, чем фильмы, которые рекламируются при помощи постеров, на которых не изображено оружие. Это совершенно верно. Вот отторжение публики, общество идет отторжение от символов насилия. Это факт. Что нужно делать? Да. Это искренне. Теперь это не только фильмы политиков. И вот, вот, это из-за «Раза учителя» по действию да, армия, колтель для курицы. Я не хочу зачитать мою эргенцию. Мне кажется, что в том, что, «Секундома, человек, учителя, 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 учителя...». Да, может быть тогда, да... На мой взгляд, не было такого смысла насилия. Здесь сильные, для меня, по крайней мере. И, может быть, тогда вообще нужно только брать американские фильмы, да, потому что... Монеки, итальяне, контентуральные... Да, на самом деле, хотя и современные итальянские тоже тема насилия, это... В русском, в российском кинематографе это тоже. Немало, да, всего, что связано с оружием и насилием тоже. На самом деле общество не влияет. В этой ситуации, которая сложилась, хотелось бы всё решать без оружия. Кто-то ещё, может, хочет о чём-то спросить и уточнить? В Италии вообще есть такой специализированный фестиваль на короткометражном кино? Игра-рубе. В Италии есть фестиваль специфик, но не только в Италии. Да, очень много фестивали. Нет таких основных, около 250, но и примерно 250 фестивали. Но подразумение, сын, что их очень важный, но есть две, много, несколько важных. Я бы не сказал, что есть и один из этих фестивалей для того, что он состоит из этого фестивали. Тормина в последнее время перестал быть таким очень посещаемым, тут очень много государственной поддержки с одной стороны этого фестиваля, но с другой стороны там почти нет короткометражного кино. То есть есть, на то время это фестиваль в Торино, что в теории будет интересные карты. Но это много сбиланчается в короткометражный короткометражный фестиваль в Туринском фестивале, но у меня часто есть российские фильмы, но фильмы из России, когда мы запомним, если мы что-нибудь часто участвовали. Да, конечно. Сокуров, когда он еще не был известен, это фестиваль, который существует уже 30 лет, там был Сокуров, я не помню точно, выигрывали что-то последние годы российские фильмы, но они часто участвовали. Спасибо нашему гостю, если можно, а вот еще вопрос давайте. Вопрос у нас в России авторское кино, в общем-то, не очень популярное, его показывают далеко не везде, вот только здесь на Траванной улице. А как с вопросом авторского кино такого, что обстоит дело в Италии? То есть вот такая, через кино, самоображение. То есть сейчас мы говорим о фестивалях каких-то, которые находят неделю, может быть, день. А в течение года как это? Понятен вопрос? Понятен вопрос, что мы видим, что для развития неизунец? В последние годы были созданы некоторые союзы вместе с международными организациями. И я говорю, конечно, об самых известных фильмах, Нанни Моретти, Соловьев, Гарроне, Амельо, в общем, все они победили на уровне международных организаций. И, естественно, эти режиссеры, которые не имеют проблемы в создании фильмов, просто создавали фильмы очень личные, очень личные, очень личные. Есть те, кто, конечно, не представляет такого труда создать фильмы, как Нанни Моретти, Гарроне, которые, в принципе, могут его сделать на основе своих личных каких-то переживаний и чувств, и у них нет особенных проблем в создании его. Но если вы представляете, что человек хочет сделать исследовательский кино на какую-то особую тему, которая интересует не так многих людей или сложную тему, то, конечно, у него нет такой простой жизни в Италии, как могло бы показаться. Как видите, в общем, авторское кино действительно можно себе представить. Если в России это сложно, то, в общем, везде в мире, я знаю, что авторы сталкиваются с большими проблемами, ну, в частности, финансированием, постпродакшнами. Это такая общая проблема тут, как бы, в наших проблемах в России здесь ничего особенного нет, они едины во всем, ну, общаясь с кинематографистами об этом, ну, в общем-то, из первых рук узнаешь всегда. В общем, в ТВ,- а люди- из-за него нету идут им avem трубы в том, что годы живет, но, в ісляхе, в Там, в том числе, где-то, в самом деле не трудно, в том числе, в definiteх, в том числе, или, в том числе, в сезду, в том числе, в том числе, в том числе, в том числе, в котором учитываются. Но есть очень много, в которых есть большая доза риска в инвестировании для производителей, но в которых государство решает инвестирует в более коррекции, и даже больше денег. Наверное, можно пересчитать по пальцам те страны, где более-менее возможно делать авторское кино, это практически Франция, некоторые северные европейские страны, и еще приходит в голову Хорватия, такие изолированные случаи, хотя можно, наверное, что-то еще подумать. Это в основном, конечно, с государственной поддержкой сделанные фильмы. А как обстоит дело с прокатом короткого метра в Италии? Я знаю, что в России сейчас эта мода набирает сил. В нашем кинотеатре это уже стало традицией 2-3 программы короткого метра в год. и как правило поступают в прокат, и 2-3 недели и месяц, в зависимости от реакции публики, они могут быть в прокате на экране. и так далее. И так далее. И так далее. И так проходит по двум каналам, да? Два-два-два с половиной. Одна – это фестивали. Это фестивали. Это очень большое. И третья – это телевидение. И телевидение. Это не так много. И так далее. И так далее. И так далее. Тро-тро-тро-тро-тро-тро-тро-тро-метраги это уже, проходит из Gemeottки, но в конце концов, если говорить о телевидении, то тоже количество коротrones курсов, закупаемых не такое большое, да? Но это может быть 160-170 фильмов в год. Это не только итальянские фильмы международные. То есть практически в залах нет проката. Спасибо. Пожалуйста.